Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Хочу сейчас снять для вас видео-болталку. Как и в прошлый раз, мы будем обсуждать с вами, что я куплю в девятом каталоге, что будете покупать вы, что вы можете мне посоветовать. Я немножечко посоветую от себя, сделаю кое-какие сводчи. И, как показала практика, это видео на моём канале очень популярно, зашло. Хотя я переживала, что, в принципе, это никому не нужно, но нет, хорошо поболтали, пообщались. И давайте покажу, что я хочу приобрести и что посоветую взять вам. Если говорить о каталоге, то здесь скорее я хочу спросить вашего мнения. Это не каталог, это outlet распродажа. У меня подруга попросила увлажняющую маску, ей очень понравилась с оливой, тоже с линейки Планета Спа. Как вам вот эта увлажняющая маска, сокровище Бразилии? Цена 99 рублей, и я считаю, что это нормальная цена. Я знаю, что эта линейка очень вкусно пахнет. У меня что-то было, но очень давно я уже не помню, что. И если она хорошая, напишите мне, пожалуйста, я ей закажу. Потому что сама я увлажняющие маски Avon не пробовала, и, соответственно, не могу ничего сказать по этому поводу. Из одежды я ничего брать не буду. У меня глаз, так сказать, пал вот на эту сумку. Я так понимаю, она такая пудрово-розовая. Но после того, как у меня развалилась прошлая сумка, я в прошлом каталоге делала, в прошлом заказе, когда я вам снимала, я там же оставила отзыв на одну из сумок. Она развалилась спустя месяц, и сейчас уже у меня отпало желание покупать сумки Waven. Правильно все говорят, это такая лотерея, либо пять лет сумку носишь, либо и сезона не проносишь. Бижутерию я носить не могу, здесь я ничего сказать не могу. Да, кто брал вот эту кружечку с котейкой, я прям ее очень сильно хочу, но не дешево. То есть здесь в фикс прайсе можно купить за 55-99 рублей. Здесь 399. Подходит для использования в посудомоечной машине и микроволновой печи. Вот это очень круто. Если кто заказывал, скажите, как она вам, 360 мл, это нормальный такой объем, не маленькая. И у меня здесь галочка стоит на вот этом лосьонном спрейчике. Если кто заказывал, скажите, пожалуйста, чем пахнет здесь больше цветочков, ароматный апельсиновый цвет, либо же все-таки апельсинкой пахнет. Если апельсинкой, я могу взять, а что-то там с цветочками я особо не люблю. Мне нравится сладкий аромат, либо прям свежий-свежий. Это то, что в Аутлете я присмотрела. А если говорить вот об этом журнальчике, здесь мне ничего почти не понравилось. А 30 мл аромат плюс любой аромат 10 мл в 459 рублей. Вот все, которые здесь представлены 30 мл, меня не интересуют. Хотя из маленьких я бы, наверное, взяла лак лови миниатюр, чтобы в сумочку закинуть. Мой любимый аромат в Иване. Лимитлос тоже на лето можно, чтобы в сумочку закинуть. Трекшн Раш я купила и Трекшн Сенсейшн я бы взяла. Остальное, в принципе, мне не нужно. В общем, миниатюрки классные, а вот эти для меня не интересные. Здесь тоже наборы меня не впечатлили, не мои оттенки. Этот набор дорогой, откровенно говоря. Здесь есть 3 продукта 499, 5 продуктов 999. Я что-то ничего брать не хочу. Я думаю, можно найти на акциях по отдельности, а не набирать кучу всего. Здесь, кстати, выгодно было бы, например, взять 5 вот этих шампуней. Если с кем-то собраться, может быть еще прикольно. По 200 рублей 700 мл объем, они очень классные. Я, наверное, я подумаю насчет вот этих масок и Нью, потому что я, наверное, покупала штуки 2 и ни одну не попробовала. Я их все раздарила. Просто 2, может, даже 4. Я как-то брала они все в наборах, в наборах, и в итоге я ни одну не попробовала. Возможно, возьму 499 рублей, 6 штук. Вот эти меня не интересуют. Я считаю, что они дорогие. Я в последнее время корейские маски беру примерно по 35-40 рублей и не вижу смысла платить за Avon такие деньги, тем более отзывы весьма неоднозначные у всех. А вот эту хвалят. Вот ее я хочу. Если говорить о самом каталоге, буду брать 100% вот этот оттенок Latte. Это Latte. Помада 199 рублей Ultra. Я покупала пробник. Блин, это такой красивый оттенок. Сейчас я вам засвотчу. Правда, у нас уже свет уходит. Время 7 вечера. В общем, это нюд. Нюд не желтый. То есть не рыжит он. Очень комфортно и мягко. Я прям тащусь по ней. В каталоге серия выглядит, честно скажу. Так, фокус. Света недостаточно. Камера начинает уже косячить. Но похож. Весьма похож. Для Avon это прям роскошь. Буду брать. Цена достойная. Здесь я покупала вот этот вот пробник. Но пока еще не уверена, брать не брать. Скорее всего нет. У меня таких ягодных оттенков много. И тем более самого пробника там на неделю хватит использования. Буду брать из линейки взрыв цвета вот этот вот темный нюд. Я не видела чего-то, ни отзывов. Он то появляется, то пропадает. Я как-то его давно хотела заказать. Потом он пропал на несколько каталогов. Сейчас опять появился. У меня уже просто нет времени заказывать пробник. Я возьму на свой страх и рис. Если что, сама буду виновата как бы. То, что без пробника заказала. Дальше меня нет, не интересует, не интересует. Хорошая цена будет на консилер-хайлайтер. 6,5 грамм. Я его ругала. Я его ругала, потому что я его купила зимой. У меня, кстати, оттенок Fair. Вот этот вот средненький. Он мне сушил кожу под глазами именно зимой. Сейчас у меня кожа комби, склонная к жирности. И знаете, какая-то классная штука оказалась. Он подсвечивающий и хорошо так рассеивает вот эту всю темноту под глазами. Если можно, конечно, так говорить. Подходит белоснежкам. Прям очень хорошо. Он сливается с моим тоном кожи. Хотя у меня прям очень светлая кожа. И сейчас я им довольна. Он у меня в Project Penny. Вот я его забрасывала, потом снова пользовалась. И сейчас его осталось вот так примерно. Классный консилер. Вот сейчас я его советую. Но вот на зиму он мне сушил. То есть он прям подчеркивал вот эту сухость под глазами. Возможно, даже сам сушил. Я так и не разобралась, но выглядел он ужасно. Поэтому я его периодически только наносила на верхние века в качестве базы под тени. А сейчас я его прям использую. Классненький оказался. Вот. Это для вас. Себе я не буду пока брать. Потому что у меня очень много консилеров. И даже есть новые, не открытые. Там тем более еще такая баночка есть. Большая вот Makeup Revolution. Такой типа аналог Tarte Shape Tape. Я им тоже не пользовалась даже. Вот этот я пропустила в фокусе в прошлом каталоге. И судя по отзывам, и у Вики смотрела, Тори Петровой. Вкусненький аромат. И действительно мне так понравился на самой картинке. Но я не знаю, стоит ли верить вот этим ароматизированным страничкам. Но действительно чувствую ягодки и какой-то цветок. Но не жасмин. Жасмин для меня он весьма такой, ну, тяжелый аромат. А этот нет. Он прям вкусненький. Летом я бы им смогла пользоваться. Я любитель сладких ароматов. Я подумаю, будут ли какие-то скидки. 830 рублей. Но здесь 75 мл. Обычно 50 мл. Бывают у Эйвона женские парфюмчики. Следующее, что я присмотрела. Здесь парфюмы я пропускаю. Я затарилась по полной. Тем более, вы знаете, что я обожаю лак лави. У меня, наверное, заначки, штуки 3-4 есть. Одежду я тоже пропускаю. В Эйвон не любитель я. Распродажа. Распродажу я что-то как-то тоже пролистала. Я даже еще не видела, что здесь. Вот эту сумку я тоже вам показывала в одном из своих заказов. Только в синем цвете. Это, не знаю, голубая. Там они голубая и синяя, что ли? Или они такую фотографию сделали для синей сумки? Непонятно. Но я брала дороже. Не то 1400, не то 1300. А здесь 1100. Классная сумочка. Ею я пока довольна. Правда, я ее не носила весь месяц подряд. Я на той черной сидела. Может, поэтому она и развалилась. Так. Ну, вроде ничего интересного. Чайки 899 рублей. Это дешево. Для Эйвена у них обычно часы чуть ли не 1500 стоят. Так. Я давно, кстати, посмотрела вот на эту шкатулку. Но мой еврей не дает мне ее купить. Если кто покупал. Как она вам? Какой вообще тут? Ну, высота 9 сантиметров. Это что? Вот это? В принципе, она не такая маленькая должна быть. Очень красивая. Вот этот вот прям цветочек мне очень нравится. Не знаю. Возможно, когда-нибудь все-таки я рискну. Насколько я знаю, вот на эту страницу не распространяется скидка, потому что покупаете товары, ты помогаешь спасать жизни. Ну, вроде как этот. Это типа... Как это называется? Да. Миссия против рака груди. То есть такая акция. Поэтому скидка не распространяется. Ну, думаю, может быть, даже возьму. Тем более, если это какая-то прям акция такая. Здесь ничего брать не буду. Маркер. Уже слышал отзыв не очень хороший. Якобы он не мажет. Он сухой и так далее. А кто-то прям очень хвалит. Мне нравится вот этот лиловый холод. Ну, как всегда в моем стиле. Вы же знаете. Вот. Но пока не рискую. 379 рублей. Если он еще ничего не делает, то да ну как бы. И мне не очень нравится, как он выглядит на губах у модели. Прям видно даже на картинке, что у него какие-то... Как... Не знаю. Бывает, ты запекаешь картошку, и вот у нее такая же кожура становится. Ну, это так. Деревенское сравнение. Здесь ничего не интересует. Да, кстати, одна из моих подписчиц, если не ошибаюсь, зовут Екатерина Катя. Спасибо большое. Подсказала, что вернули карандаши с колпачком-точилкой. Обожаю их. Я уже отметила себе. Я буду вот эти два брать. Черный карандаш у меня не в почете, поэтому... Хотя, может, и черный возьму, но этих явно не по одному. 250 рублей я вам принесла. Синий, он прям вот. Он реально вот такой темно-темно-синий. Вот такая прям темная ночь. Я не знаю, смогу ли хоть что-то отковырять вам. Ну, в общем, на веке почти синеву-то не видно. Он, знаете, такой прям черно-синий. Классный оттенок. Я его сломала, и вообще не смогу вам сводч никакой сделать. А вот дымчатая лаванда я вам даже сейчас сделаю сводч. Он очень крутой. Действительно самозатачиваюсь. То есть вы закрутили, у вас снова уголочек острый. Закрутили, уголочек острый. Это очень удобно. Он мягкий, он тушуется. Но как только зафиксируется, вы уже ничего с ним сделать не сможете. То есть вот он. Я делаю стрелки. Это реально вот дымчатая лаванда. Это прям название один в один. Очень круто. Карандашки эти уже были давно в Эйвене. Я их брала. Они сняли их с производства. Потом снова вернули. Потом опять убрали. Вот он снова здесь. И я затарюсь, пока они есть. Это очень удобно, очень быстро. Если нет времени, нужно быстро нарисовать стрелку. А карандашом не легче рисовать стрелку, потому что прям не нужно выводить что-то там. Просто сделал по ресничному контуру и скошенной кистью вытянул эту стрелочку по-быстрому. Вот. И поэтому очень-очень классные. Буду брать и вам советую. Очень крутые. Насчет стойкости. Я не скажу, что они будут держаться на жирном веке. Я вообще наношу поверх теней всегда. Поэтому не могу сказать, как будут держаться на голых, жирных веках. Обязательно, скорее всего, базу придется, потому что если у вас слизятся глаза в течение дня, они могут чуть-чуть в уголках, в внешних уголках глаза подсобираться. То есть сам пигмент. Поэтому на слизистой вообще не держится. Предупрежу сразу, а то восторгов-то много. Очень-очень хочу вам посоветовать, особенно на лето, всем вот этот... Вот этот... У меня все уже язык заплетается. Это матирующий тональный крем безупречный тон. Вон, 299 рублей, отличная цена. Он обычно, по-моему, 349. Да, не 399, 349 у него цена. У меня оттенок. Я на зиму брала. Не на зиму, а, по-моему, в марте. Это Light Ivory. Светлая слоновая кость. Вот этот самый светлый оттенок. И знаете, я переживала, что он будет заваливаться в поры, что он будет подчеркивать какие-то шелушения. Но нет, он этого не делает. Разношу я его кистью для тональной основы от Faberlic. Которая, кстати, будет вот в этом каталоге, который начал действовать, тоже со скидкой. Прям ее тоже советую. Так, вот, я прям беленькая. И знаете, это мой оттенок. Его вообще не видно, ни на коже никак. Он не жирнится быстро. То есть я даже не припудренная могу с ним ходить часов 5. Потом припудрюсь, могу еще 5 проходить. Он отличный, он крутой. Он не ложится маской. То есть, ну, по крайней мере, кистью я его разношу очень тонко. И его я советую. Цена очень классная. Так, дальше, что я буду брать на ногти? Я на гель-лак хожу. Поэтому ничего сказать не могу. Насчет вот этой пары. Мне очень нравится вот эта маска космическое сияние. Ее хватает не на один раз. У нее такая фольгированная внешняя часть. Вот здесь на девушке видно. Да, маска сама разделена на две части. Это верхняя и нижняя. Она мне нравится. Она очень хорошо увлажняет кожу. Она ее не перепитывает, не вызывает никаких воспалений на комбинированной проблемной коже. Очень люблю ее. И взяла я в прошлом каталоге вот этот очищающий мицеллярный скраб. Он стоил 170 рублей. То есть, если сейчас посмотреть, он 170 и 150 маска. Маска обычно, по-моему, стоит дороже сейчас. Вот, 230 рублей. И да, наверное, это правда. Где-то 230-199, что ли, у нее бывают иногда цены. И скраб мне понравился. Он приятно пахнет. Как, в принципе, вся вот эта линейка Nutra Effects. У меня пенка была. Пенка точно такой же аромат имеет. Приятный такой скрабик. Насчет самих частичек он не грубый. То есть, подойдет даже для чувствительной кожи. Мне понравился такой приятненький. И спасибо, что мне посоветовали. В принципе, я довольна покупкой. Даже очень-очень. И буду брать этот набор. Эмульсии 599 рублей. Я прям жду, не дождусь каких-нибудь акций. У меня сейчас одна закончилась. И еще две у меня есть заначки. Одну из них я вот буквально на днях открою. И останется только одна в заначке. Мой хомяк переживает. И ждет каких-нибудь акций, скидок, чтобы затариться. На лето может заменить мне крем. Потому что, если носить крем и сверху, например, брызгать вот этой эмульсией, то уже кожа так жирнится. Она перепитана. А если умыться, протереть лицо тоником и сверху нанести вот эту эмульсию, у меня прям кожа отлично себя чувствует. Напоминаю, у меня кожа комбинированная, склонная к жирности на данный момент. И прям очень крутая. Имеет приятный цветочный аромат. Распылитель просто шикарнейший. И, ну, не знаю, я довольно... Вот использовала баночку и поняла, что влюбилась. И без него теперь не могу. Без нее эта эмульсия. Но на самом деле, знаете, я бы сказала, что это просто такой крутой тоник. Ну, эмульсия все-таки для меня это как жидкий крем. А здесь именно как тоник. Ну, может быть, тонер. Эмульсия нет, мне линейка не нужна. Моя любимая масочка. Но цены... Я знаю, что может быть дешевле, намного дешевле. Это не так уж и дешево. Здесь набор нет, не нужен. Что-то я еще, по-моему, закладывала. Должна была... А, наборы. Где-то я видела крутые наборы. Вот этот голубик мне не особо понравился. Здесь мне не нравятся вот эти скрабы. У меня сейчас такой есть с грейпфрутом и абрикосом. То есть мне его достаточно. Ну, просто ничего не скрабирует. Очень приятно пахнет. И, ну, как бы мне еще один заначку не нужен. Поэтому этот набор я тоже брать не буду. Сакура по настроению у меня прям очень сильно. В том каталоге были очень... Не то что в том, а который действует... Не помню до какого числа. Этот у нас до 18. Значит, до 17 еще пока действует восьмой. Вот там цены классные на спреи. При покупке 2.99 рублей. А здесь, видите, шок цена 125 рублей. Это не так уж и дешево. Поэтому, кто хочет, затаривайтесь в восьмом. Я надеюсь, я выложу это видео быстро. И как бы успею вас предупредить. Так, что у нас еще есть? Я прошляпила вот эти сыворотки. Мне прям так обидно. Классные сыворотки. Действительно делают волосы более ухоженными. Они склеивают, спаивают кончики. Но это только визуальный эффект. Но эффект хороший. Ничего они там не лечат. Если уже сеченые кончики, их нужно отрезать, а не пытаться восстановить какими-то сыворотками. То есть внешнее воздействие не поможет. Энканто у меня куча всего в заначке. Еще ничем толком не пользуюсь. А, кроме вот этого лосьона. Он у меня сейчас в использовании прям. Очень приятный аромат. Такой, знаете, нежно-цветочно-пудровый. Правда, надоедает, но я его чередую с чем-нибудь. И тогда уходит хорошо. Помпа классная. Очень классная. И оформление красивое. Приятно пользоваться. Действительно достойная линейка у Эйвена. Здесь уже все есть. Ничего не нужно. Где-то я, по-моему, еще закладку ставила. Да. Сразу так. Мощно. Я буду брать набор из пяти средств. Во-первых, у Тори Петрова видела вот на эту маску. Вика, поправь, если это не эта маска. Вроде она. Маска для волос с витаминным комплексом. 125 мл. Типа она классная и вкусненько пахнет. Вот я ее хочу. Здесь у нас шампунь будет. Шампунь я, наверное, лет 6 уже не пробовала из этой линейки. Посмотрим, как они. Потом здесь восстанавливающий гель для ног. Тоже мазхэв на лето. И пена, пион и гранат. Тоже классная штука. Тем более, ну, пены всегда нужны. Даже если у кого нет ванны, а душ, я их использую для ножных ванночек. Вкусненько пахнет и действительно хорошо размягчает ножки. Поэтому имеет место быть. И вот эти интимки у Эйвена тоже прекрасные по доступной цене. Я считаю, что достойный набор за достойную плату. Так, что у нас дальше? Ну, мини-мишки меня не интересуют. Намного интереснее именно вот в этом, вот в этой брошюрке. Здесь ничего не нужно. Все, по-моему, это все. Больше никаких закладок не было. Да, скажите, что будете заказывать вы. Может, снова мне что-нибудь посоветуете. Потому что в тот раз под тем видео мне все написали про скраб. Я его приобрела, и я довольна. Просто понимаю, что я же не могу скупить все. И у кого-то опыт намного больше моего. Может быть, еще есть какие-то крутые продукты, которые я сейчас не назвала, которые я не увидела. Особенно меня интересует мнение ваше насчет вот этой масочки увлажняющей. И что к чему и как. Потому что беру не себе. А когда я беру не себе, я вообще чувствую огромную ответственность. И переживаю, понравится человеку или нет. Потому что свои деньги я могу потратить. И как бы, ну, не понравилось, не понравилось. Сама виновата. А тут я беру кому-то. И поэтому для меня важно купить действительно достойную вещь. Вот. Поэтому буду ждать ваших советов. Буду ждать мнения о продуктах. Возможно, еще что-нибудь мне насоветуете. Спасибо вам большое за просмотр. Пожалуйста, поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.